Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и у нас тут из-за технических накладок я уже второй раз записываю этот подкаст. С нами сегодня снова моя сестра Аня, и сегодня мы спустя четыре месяца опять записываем наш небольшой подкаст. И на самом деле, на тот момент, когда мы записывали этот первый подкаст, мы думали, что это будет регулярная рубрика, которая будет продолжаться. Может выходить там раз в неделю, раз в две недели, и тогда мы думали, что мы приедем уже надолго в Корею в самое ближайшее время. Но оказалось, что этот процесс растянется, и мы были в ожидании около четырех месяцев. Но в итоге все хорошо сложилось, Настя получила долгосрочную визу в Корею, и мы теперь живем здесь, как вы знаете. И вот теперь в нашей новой квартирке, которую скоро вам Настя покажет, мы записываем подкаст. Скажи, Аня, что у тебя случилось за последние четыре месяца? Нам очень интересно. Ну, для тех, кто сейчас, может, неправильно понял, переехали в Корею Костя с Настей. А, да-да-да. Уже жила семь лет как, вот, и за это время, ну, вообще очень много чего произошло. Например, если вы смотрели наш прошлый подкаст, а если вы не смотрели, посмотрите, я там говорила про то, что очень сильно похудела. Но из-за разных обстоятельств, там, стресс, ещё всякое такое, после записи этого подкаста в течение четырёх месяцев я ела как не в себя, и, конечно же, меня настигло йо-йо, так что я очень сильно... Что ты ела? А, ела жареную курицу, гамбургеры... А, Меха, если ты записывал на видео, это бы сработало ещё? Кулачки! Мы ещё на моём корейском канале снимали мукпаны, раз, мы тоже, знаешь, там, корейский рынок, что вам нужно поесть. А какая, что сало твоей, грубо говоря, нельзя так говорить, но пристрастием, самым таким... Кулачка KFC. Самое дорогое, блин, ну... Хат Криспи. Нет, если ты заказываешь после девяти вечера, то там один плюс один. О, мне захотело. А ещё, если ты заказываешь через корейское приложение, которое я тебе порекомендовала, называется Педаль Миндёк, то там раз в неделю скидка 4000 вон. Офигеть! А всем? Да, да. Ну, там в разные дни на разные бренды, короче, скидка. Если ты много заказываешь, то раз в месяц тебе ещё дополнительно купоны дают. Ну, теперь ты на строгой диете уже два месяца, да? Нет, две недели. О, две недели. Ну, я удалила это приложение, я просто взвесилась, офигела, и за две недели сбросила 6 килограмм сейчас и худею дальше, чтобы к лету стать классненькой. Молодец. Ну, в целом, вот по себе скажу, я всегда был такой очень полный. Ну, не очень полный, на самом деле, это было бы сложно сказать, назвать меня полным. Был момент, когда я был очень спортивным и накачанным, но это тоже всё равно. Я был таким пухлым. А, блин, на самом деле, это как лайфстайл должен быть, то есть ты должен просто жить так. Это не должна быть диета и так далее, ты просто вот живёшь и всё. Но пока что у меня не было, как сказать, в моей жизни прям очень долгого периода. Надо просто всё время заниматься спортом и более-менее следить за питанием. Но, самое удивительное, что когда я приезжаю в Корею, это было, я заметил вот с 1 апреля, в 2013 году, что когда я приезжаю в Корею из России, то я всегда скидываю. Ну, то есть я ем в удовольствие, ну, где-то себя чуть-чуть ограничиваю, но и в России тоже. Но в Корее я сразу скидываю. То есть из-за того, что здесь такая пища, наверное, не так много мяса в блюдах, и ты ешь там рис в основном, овощи и так далее, то в целом калораж, он снижается, и ты худеешь. Вот я сейчас приехал, и в России я 3 месяца каждый день ходил в спортзал, ну, в основном делал кардио по часу. И у меня вес держался там около 96-97, хотя, ну, до этого я почему-то начал заниматься, летом я весил типа около 103-104, и для меня это было очень много. Ну, для меня, для моего роста и возраста это очень много. По-моему мнению. И в итоге я сначала решил ограничить питание, потом как-то мы вот начали съездить с Настей, я там тоже в поездках более-менее питался, старался питаться нормально. И более того, мы часто, у нас был тренажный зал, или даже мы покупали абонемент на месяц, когда мы путешествовали с Настей. И я привык, ну, мне прям в кайф начало быть, ходить в день где-то на дорожке, ну, где-то 60 минут. Вот, я там слушаю подкасты, смотрю видео и даже не замечаю. Но в целом понимаю, что это как бы хорошо и благоприятно влияет на моё сердце, ну, и вообще на здоровье. И вот в России, когда мы осели на 3-4 месяца, я каждый день ходил, и у меня вес почему-то держался просто потому, что я очень хорошо питался в России. Ну, как бы очень дешёвая еда такая, ну, ещё у нас принято там её так жарить или что-нибудь там. Ну, короче, делать так и очень вкусненько. И я прямо из-за того, что очень много калорий ел, весь мой спорт, он как бы сжигал лишнее, но я и не мог опуститься, но я сильно не поднимался. А приехав в Корею без спорта, за первые две недели я вот сбросил, то есть то плато, которое у меня было, оно просто ушло, и я вот сбросил ещё там 2-3 килограмма. Ну, я, кстати, знаешь, по статистике своих друзей заметила, что парни, приезжая в Корею, они худеют, а девушки, приезжая в Корею, они очень сильно толстеют. И это связано с тем, что, да, конечно, вы кушаете одинаково рис, не так много мяса, какие-то овощи, но девушки обычно дополняют это. Во-первых, тут очень вкусный там хлеб. Тут не обычный хлеб, а вот булочки какие-то. Даже, типа, не корейский хлеб, а вот именно французский там, бейглы, багеты, ну, хотя бы бейглы, это не французская, а круассаны, очень хорошо корейцы делают. Тут очень вкусная выпечка, выпечка, плюс у тебя доступ к любым, знаешь, каким-то там, не знаю, чипсы, шоколадки, конфеты. 24 часа в сутки, вот прям спустился, у тебя прям в доме есть вот это, пенойдем, конвининг-стор. Ой, там очень много вкусного. 24 часа у тебя есть доступ к самым вкусным штукам в мире. Плюс ты кушаешь лапшу, и особенно девушки любят такпоки, это рисовые, да, клёцкие. Я тоже люблю, в принципе. В таком я ничего плохого не вижу. Вот. А если всё вместе это съесть, то да, это как бы получается уже проблематика. А ещё, ещё, если, например, вы совершеннолетняя девушка, и вы любите выпить, то в Корее ночная жизнь очень много заведений, где девушкам алкоголь бесплатно. Если ты подружишься с работниками, они тебе всё время какие-то закуски в виде картошки дадут, и ещё нальют, у тебя даже бутылками там шампанское дают. Ну да, в среднем, на самом деле, типа без сексизма говоря, вот просто по наблюдениям, реально, ну, как бы жизненный, образ жизни у всех отличается, даже по гендерному признаку. И девушки реально, много девушек, которых я знаю, они приезжают, у них сразу там тусовочки, свиданки и так далее. Парни, ну, вот лично по себе и по своим знакомым парням, которые там со мной учились, просто сидят там спортом занимаются, или сидят, тупят, ну, иногда там тоже пьют, наверное, пиво дома там, в футбольчик смотрят и так далее. Но вот, наверное, да, из-за такого образа жизни у всех по-разному происходит набор веса. Ну да, ну, в Корее реально просто, на самом деле, очень часто что-то дают бесплатно, если ты вежливый, да, и даже в том же кафе, если ты там ходишь туда раз в несколько дней, то тоже мне часто давали тортики какие-то, или говорят, о, это наш новый кекс, попробуйте, а я говорю, блин, нет, мне нельзя, я на диете. Ну, если ты, наверное, ещё кавайная такая девочка, или так далее. Ну, просто мне в последнее время, я как тот, как Аджоши хожу, и мне ничего не дают, так что я не подтверждаю. Ну, если посмотреть, ты уже в Корее Аджоши. Ну, да. Тебе уже 31 в Корее. Ну, да, что-то ещё поделаешь. Но были, были в моей моменты молодости в Корее тоже. Там этот у нас был рядом с домом мужчина работал со мной, такой дядечка, и он мне всегда давал, ну, такие продукты бесплатно давал, там, сэндвичи всякие. Просто у них там через один-два дня кончаются срок годности, и, ну, в них это уже списывается, по сути. Но он мне это почему-то дарил. И там целый пакет я приносил потом. Ой, да, у меня дедушка у моего дома, я тоже с ним всё время здороваюсь и улыбаюсь ему, и поэтому он тоже мне даёт много чего. Прямо он говорит, выбирай, что хочешь. Я такая, но теперь уже нет, я на диете. так, ну, и, конечно же, мы не можем обойти стороной тему, которая будоражит сегодня весь мир, потому что, ну, у всех она на слуху, про вирус мы расскажем, про коронавирус. Ты знала, что, монетизация лишали канал до недавнего времени, и сейчас, по-моему, даже могут лишить, если ты упомяешь видео коронавирус. А, да? Да, поэтому у меня сразу такой блок вирус. Как вирус. Но я не знаю, на самом деле, наверное, даже не буду врезать в этом видео. Посмотрим. В общем, хотел рассказать интересную ситуацию, что вот когда мы буквально две недели назад ехали в Корею, ну, я там выставил одну сториз, что вот мы летим в Корею, и даже, ну, те люди, которые просто лично знали, что мы летим, они у меня спрашивали, типа, ты не боишься, а ты уверен, что ты хочешь полететь туда. И там же сейчас прям разгар самый. тогда действительно, Корея была на втором месте после Китая по скорости распространения этой болезни. И в итоге за две недели буквально как-то вот такое паническое настроение по поводу Кореи, они переросли в... Даже у меня не было паники, но я как-то немножко так был предосторожен, мы там носили маски иногда и так далее. Ну, особо не выходили. За две недели случилось так, что Корея чуть ли не самое безопасное место в мире оказалось, что связано вот с этой болезнью. И это просто, ну, это удивительно. Во-первых, удивительно, как развивается пандемия и невероятно, как сказать, интересно, как грамотные действия со стороны там государства, здесь служб других, они могут остановить по сути эпидемию и сейчас в Корее не больше ста заразивших, ну, нет, сейчас вчера вроде 150 было найдено, но, то есть, динамика, она очень сильно снизилась и видно, что люди в целом они предосторожны, моют руки, некоторые носят маски, хотя маски не настолько эффективны, насколько я понимаю, и сама медицинская система, она очень эффективно работает, насколько я понимаю, хорошо соблюдается карантин, врачи больше не заражаются, как раньше, и в целом люди выздоравливают скорее, чем погибают. В Корее только недавно, вот, за все это время 100 погибших от вируса, это очень грустно, но процентное соотношение очень-очень маленькое, насколько я понимаю, да, там, в основном очень старенькие люди с осложнением уже, ну, погибали, хотя были исключения и там и молодежь тоже одиного человека. Вот сейчас горячая новость того, что недавно в Корее умер 17-летний мальчик, и это один из первых случаев, когда кто-то молодой умер, а не кто-то, да, с более большим возрастом, и что очень странное, что вот он умер, и ему начали делать анализы коронавируса, ну, чтобы сделать как-то объявление, да, почему он умер, причина того, почему он умер из-за короны, это или нет, и они почему-то сделали несколько тестов и сказали, вот мы сделали такое-то количество тестов, но позитивными были только один-два, значит, это необязательно, что он умер из-за короны. Ну, да, не, как бы люди не умирают из-за того, что у них корона, они умирают, они умирают от осложнений, основного от пневмонии, которая связана с этим, там, задыхаются или что-то такое, и тоже, как бы, эти тесты, они не сто процентов вероятность дают, возможно, в него, как бы, не было настолько, как сказать, активной эта болезнь, а могла быть другая. Ну, и еще из других новостей, я знаю, что какой-то актер умер, но сказали, что это не корона, и недавно умер тоже, он не был ютубером, но он делал видео на платформе Африка Тиви. Стример. Стример, да, точно, стример. Он тоже был относительно молодой, вроде бы, 93-го года, и он написал огромный пост в своих СНС, до того, как умер, соответственно. Он написал там, что у него очень сильно поднялась температура, у него внезапно очень сильно заболело горло, болела грудь, он пошел в больницу, но ему почему-то отказали в тесте, и потом он просто находился дома, он еще говорил, что он, у него рвота была черного цвета, а потом он умер. Но пока еще ничего не сказали, умер ли он от короны или нет. По-моему, ему поставили другой диагноз, но поэтому сейчас очень много людей разделились. в любом случае, конечно, это яркий какой-то яркий случай, но, во-первых, пока нет подтвержденных фактов, во-вторых, частные случаи они не всегда говорят о какой-то явной проблеме. Но в целом, чем мне нравится Корея, что, во-первых, пройти тест на корону здесь бесплатно. Если у тебя подтвердили корону, то все, лечение тоже бесплатно. очень многие знаменитости жертвуют огромные деньги, чтобы все это предотвратить. Врачи работают практически без отдыха. Так что, мне кажется, в Корее все это более-менее налажено, и что самое смешное, в моей компании еще до того, как все это разгорелось в других странах, еще до Италии даже, они мне говорят, Аня, пока у тебя есть возможность выехать из страны, езжай в Россию и будь там. И когда я им сказала, что, а ну, во-первых, я не могу, потому что, если я уеду, я не смогу работать здесь, квартиру не смогу оплачивать, у меня будут только копиться долги, и значит, я не смогу вернуться, потому что эти долги покосить я не смогу, будучи в России. И я сказала, плюс еще приезжает мой брат, так что, я не вижу смысла ехать сейчас. На что они мне сказали, нет, типа, скажи ему не приезжать, я помню, тоже ему писала, говорю, блин, Костя, жесть какая-то. В итоге мы приехали, и посмотрите, в России тоже сейчас у всех паника поднялась. Ну да, я и говорю, Корея практически самое сейчас безопасное место в этом плане. Просто потому, что все, практически 90% людей, они, как бы, соблюдают меры предосторожности, много самых, кстати, история самоизоляции, вот сейчас же это большой такой мем, ну, как сказать, такая большая движуха, флешмоб, что людей самоизолируются, и я посмотрел, что это реально одна из эффективных мер, но в Корее ее как-то особо не продвигали. То есть, самоизолировались те, кто, у людей, у которых были симптомы, и, ну, карантин был у тех, кто заболел. И, ну, как бы, в целом, отменили массовые мероприятия, но, насколько я понимаю, сильно такого не было, как сказать, флешмоба, чтобы люди не выходили вообще из дома, самоизолировались, покупали продукты на две недели и так далее? Нет, такого вообще не было. Единственное, что они сделали, это перенесли начало учебы, и сейчас все еще студенты, они слушают интернет-лекции, они ходят в сам университет, но тоже, что мне кажется странным, они пытались сократить, да, какую-то возможность скопления большого количества людей, но при этом, например, в Корее сейчас очень сложно купить маски, они там их продают раз в несколько дней, и то их можно купить только по своему документу, по паспорту, две маски на руки. С масками проблема. И в Корее еще сейчас шутят, настал тот мир, когда можно выпить алкоголь, не предъявляя свои документы, но нельзя купить маски. Ну, это потому, что в дефицитах, я так понимаю, это, то есть, так как на них очень большой спрос, то это нужно каждый день, ну, по-хорошему, каждому человеку, там, 50 миллион масок, ну, там. Ну, вот, но, да, они отменили какие-то фестивали, но даже сама огромная очередь на получение этих масок, ты вот видишь огромное это скопление людей, думаешь, а что, если там один хотя бы человек уже заражен этим вирусом? Так что странно все это тоже. Ну, да, и при том, что в целом даже если воздушно-капельным путем маска останавливает проникновение там в твой рот или нос вируса, то в глаза она не останавливает, то есть, ты в очках должен ходить, потому что это тоже слизистая, она тоже восприимчива к коронавирусу. Ну, поэтому, как бы, люди говорят, что ты маски должен носить не для себя, чтобы не заразиться, а чтобы, если в тебе уже что-то вот живет, это... Я к тому еще что, я не критикую там практику самоизоляции, это в принципе довольно-таки социально ответственный поступок. Я имею в виду, что в целом возможно людям будет, ну, другим государствам, такой пример Кореи, что вот ты делаешь вот эти важные там шаги, переносишь учебу, реально там отменяешь какие-то массовые мероприятия развлекательного характера, ну и вообще все, что можно, ты как бы ограничиваешь. как бы не в ущерб людям, но для их безопасности, и, ну, при этом не нужно там вводить комендантский час и сильно ограничить людей. Но это сложный вопрос, потому что во всех странах очень разная ситуация, например, в Италии там уже взрывная чуть ли не, там реально уже почти 50 тысяч заболевших, там, наверное, нужно в очень сильные меры уже, потому что страна маленькая, и там очень большая смертность. Ну, как бы в Корее конечно все делается для людей, но, например, у меня очень много друзей, которые работают в такой ночной сфере, это бары, клубы, и вообще, так как корейцы очень любят выпить в целом, они не пьют сейчас? нет, пьют, конечно, это приносит очень много денег, но их сначала на одну неделю, им сказали, они закроются, потом на две, потом на три, и люди, которые там работают, они не могут найти другую работу, потому что не знают, когда закончится вот этот вирус, чтобы они продолжили свою нынешнюю работу, и при этом этот их отпуск, он никаким образом не оплачивается. Ну да, в Корее, нету такого сильного, как сказать, законодательства в плане защиты работников. То есть они закрыли такие большие места, ну где большой поток клиентов, но маленькие места все еще открыты, и поэтому люди ходят туда, пьют там, веселятся там. Ну да, вот интересно, просто я вот в целом не сильно заметил, то есть я вижу, что там люди работают, рестораны работают, там мало людей, но все равно много-много мест работают, торговые центры работают, там в коексе были там, не так много, опять же, посетителей, но все-все-все-все-все функционирует. и это интересный факт. Ну, в общем, несмотря на все проблемы, мне кажется, что такие сложные времена, они хороши тем, что они помогают нам как бы делать уроки жизненные, моральные. В том плане, что вот я уже еще док, кто сделает ремонт? Да, очень громко. А, что у нас открыт? А, вы. Например, я уже еще до коронавируса для себя принял такое, что не стоит для себя строить больших ожиданий, каких-то воздушных замков, потому что чаще всего в жизни получается не так, как у тебя в голове и в идеале. И поэтому нужно стараться делать какие-то планы, но не особо надеяться на их идеальное выполнение и вообще то, что они сбудутся, потому что чаще всего это может привести к какому-то большому расстройству или же быть морально готовым, что что-то может не получиться и когда это что-то не получается, то ты как бы окей, ну, бывает. Ну, конечно же, это сложно соблюдать, я просто вспоминаю наши с Настей мысли, когда мы ждали в течение трех месяцев ее визу, и это было настолько американские горки, то есть там сначала документы не приняли, потом, ну, короче, разные были проблемы, и суть в том, что в какой-то момент мы были уверены, что это легко, потом уже это было не так очевидно, потом мы уже вообще разуверились в том, что что ли вам может получиться в плане именно ее рабочей визы, и в итоге в самый последний момент, когда мы уже такие были на дне наших моральных сил, визу, просто я обновил страницу, там написано было, а, мы выдали вам визу, и я такой вау, и это было, конечно же, яркое очень впечатление, я думаю, особенно для Насти, но, опять же, в тот момент я как бы, мы были, мы как бы грустили, но я уже даже понимал, что, возможно, не стоит ожидать чего-то хорошего, но, когда это хорошее случилось, было очень и очень радостно, ну, и думаю, что вот на такой вот философской ноте можно подвести наш второй пилотный выпуск к концу, надеюсь, что в ближайшие дни и недели нам дадут больше позитивных и интересных новостей, о которых мы сможем с вами поговорить, и надеюсь, что все будет хорошо, у нас и у Ани будет время иногда приходить и снимать такие разговорные видео, да? Да, потому что мокпаны я пока с ними снимать не могу. Вот, спасибо большое, что ты сегодня пришла к нам. Ой, позавтракал. Да, это твой живот? Да. Все, спасибо большое, что вы посмотрели это видео, если оно вам понравилось, обязательно пишите свои комментарии, поставьте большие пальцы вверх, ну а с вами была Аня, Костя, и увидимся с вами в следующем видео, пока! Пока! Та-дам! Та-дам! Субтитры сделал DimaTorzok